Здравствуйте дорогие друзья! Мы поговорим... Это с вами Валерий Бовсуновский, школа Бовсуновского. Девиз школы следующий. От простого к сложному. Программирование, понятное каждому. Я бы хотел поговорить о том, что у нас в школе будет в 2017 году. Значит, а потом мы посмотрим, что есть. Итак, нет, сначала посмотрим. Итак, для самых маленьких, кто только что начал изучать язык, у нас есть целый сайт pro365.net и здесь можно первое знакомство произвести с Python и Django. Знаний каких-либо не требуется, объясняется очень простым языком по поводу варки горохового супа и так далее. Далее, на сегодня есть портал spb-tut.ru, в котором есть знания на данный момент среднего уровня, то есть человек, который способен уже сделать сайт, студию и так далее. Значит, теперь мы поговорим о продолжении. То есть здесь информация, если человек знает о языке Python, о языке Django, то он уже работает с моделями, пишет первые приложения, радуется, выполняет домашние задания. Сайт, сразу предупреждаю, скоро изменится. В 2017 году мы будем работать уже над продвинутым уровнем. Что оно включает? Если ранее мы работали просто с моделями, но грубо говоря, по сути дела, каждый в школе разобрался, как создать модель, разобрался с полями, разобрался с классом мета и так далее, и так далее. Грубо говоря, мы просто строили модели и делали, выводили простые вещи, делали какие-то категории и так далее, и так далее. Теперь пришло время, на что я беру направление. Я в первую очередь беру направление на разработку социальных сетей. Что будет включать? Ну, во-первых, мы полностью изучим, давайте по порядку, я не по порядку написал, мы полностью разберемся в менеджерах. То есть, то, что отвечает за выборку объектов, мы научимся переопределять менеджеры, писать свои менеджеры и так далее, и так далее. Менеджеры – это те вещи, которые выбирают с базы данных. Ребят, кода я буду мало показывать, так как я рассказываю общее направление, а код будет разбираться, как и положено в уроках, подробно, шаг за шагом. Потом мы все-таки полное понимание модели. Здесь я включаю три вещи. Сейчас я создам файл. Нет, я лучше нарисую, чтобы объяснить. Потому что есть люди, которые вообще, допустим, пока не понимают, о чем речь. Так, нет тут. Итак, до этого мы создавали модели. Научились делать выборку и так далее. Прописывать URL, выводить HTML и так далее, и так далее. Теперь нам важно полностью всю глубину джанга постигнуть. Как это сделать? Кроме обычного создания моделей и выборки, есть вещи более сложные. Это абстрактные модели. Что это вам дадут эти знания? Сейчас я поясню просто вот так на пальцах. Абстрактные модели. Наследование моделей. Наследование моделей. Прокси модели. Так. Ну и тут миксины. Вот смотрите. Понимаете разницу уровня? Теперь, что нам это даст? Вот эти вот вещи. Ну давайте рассказывать как бы самым простым языком. Ну представьте. Вы собрались делать, ну допустим, там социальную сеть, организацию. В общем, в любом случае, даже будем говорить так, что вы полностью еще не знаете, куда пойдете. Что мы делаем? Представьте. Мы пишем прокси, то есть абстрактную модель. Что такое абстрактная модель? Абстрактная модель, это модель, которая включает в себя основные поля. Ну пусть это будет там, например, как тут подумать? Ну, например, магазин. Вот магазин. Я говорю к примеру совершенно. Магазин. То есть нам там надо название категории. Там название продуктов. Название продуктов. По сути дела, ну основные функции. Так вот, смысл абстрактной модели в джанго, что джанго абстрактную модель не создает. А вот когда мы будем делать детей, то есть родителя, да, вот абстрактная модель это родитель, то дети, дети унаследуют все, что умеет родитель, но уже тогда вот эта модель создается. Конкретно для базы данных. Чем это хорошо? Вот смотрите. Вы можете написать абстрактную модель, как сегодня в джанго, допустим, можно написание абстрактной модели для того же юзера, пользователя. А потом крутить, вертеть, как хотите. То есть, по сути дела, я немножко неправильно здесь взял. Мы могли бы здесь, по сути дела, взять просто название, да, и там еще какие-то вещи. А уже вот тут мы делаем для одного раздела. У нас тут будут товары освещаться при помощи видео. Мы создаем модель, она включает название, а и будет видео еще. То есть, уже создаем модель со своим полем. Далее, например, мы делаем другой раздел и тоже берем эту абстрактную модель. Ну, тут нам надо, допустим, только текст и цены. То есть, по сути дела, то, что важное, главное, мы забили в абстрактной модели, а далее мы делаем от нее кучу моделей, которые уже создаются. Уже создаются в базе данных, но при этом мы уже прописываем, делаем какие-то нужные нам поля. Но это еще не все. Мы будем большое внимание уделять наследованию моделей. Наследование моделей мы будем делать при помощи миксинов. Что такое миксины? Ну, вот смотрите, каждую модель, не при помощи, я неправильно сказал, миксины это определенные функции, которые меняют поведение модели. То есть, по сути дела, мы можем делать сколь угодно сложную вещь и создавать, допустим, вот эта вот модель будет себя сейчас вести по одному, а потом при добавлении миксина уже будет совсем у нее другое поведение, нужное нам. Например, это важно в том же магазине, пользователь, который просто зарегистрировался, или пользователь, который купил определенную вещь, и ему будет показаться совсем другая информация. Поэтому мне сейчас так вот сложно объяснить, но еще раз повторяю, мы будем работать над абстрактными моделями, над наследованием моделей и над прокси-моделями. Прокси-модели это как раз и есть та модель, смысл ее. Прокси-модель это модель, которая может менять поведение. Вы понимаете, какие это возможности открываются? То есть, одни и те же вещи могут делаться совершенно по-разному. Поэтому мы можем себе смело сказать, я очень просто, чтобы все поняли. Очень просто. То есть, мы идем далее. Если ранее мы просто создавали модель, вот делали, создавали базу, потом просто учились выбирать с базы, выводить, выбирать определенные данные, выбирать там, допустим, 10 каких-то вариантов с базы, то теперь мы пойдем дальше. И это объединяет три вещи. То есть, абстрактные модели, далее наследование моделей, и также прокси-модели. То есть, добавляем три вещи. Это уже будет полное понимание джанга на довольно сложном уровне. Далее. На каких вещах мы сосредоточимся? Во-первых, очень плотно подойдем к созданию кабинета пользователя. Есть очень хорошие приложения, которые написаны, и не надо тут ничего выдумывать. Это социальная активность. Это подпись, там, допустим, следить за кем-то, отписаться, получать сообщения. Это взаимоотношения в джанга. Ведь джанга в этом очень хорошо делать. Есть разные библиотеки, есть вообще там и промышленные, где все за вас делают, но мы будем рассматривать так, чтобы только средства миджанга не тратить лишних денег. Все сделать самому. Будем работать над совместным использованием контента, чтобы пользователи пришли, могли что-то вместе делать. Грубо говоря, по окончанию курса пользователь должен понять, у него должны быть навык, чтобы сделать любой социальный сайт вплоть до социальной сети. Я согласен, ребят, что любой сайт можно дорабатывать и дорабатывать, но надо ведь указать направление, вот этими и собираюсь заняться. Далее, наверное, поработаем над магазин своими руками. Очень серьезно займемся применениями класса в представлениях, потому что, хотел сказать, вот если в 1.8 это отдельная библиотека по миксинам, то в 1.9 уже миксины будут полностью включены в стандартном поведении Джанго. Серьезно займемся форматом JSON, как правильно читать, формат передачи. Научимся делать такие простые вещи, ведь Джанго вообще-то умеет при помощи JSON передавать, формировать. Все это автоматом мы научимся делать. Она формирует. Нам это понадобится для создания API. Поработаем, мы уже начали работать, ну, потом я как-то оставил эту тему, но теперь опять поработаем с API. С API. Значит, то есть, поработаем с JSON, да, 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 да. Ну, по сути дела, да, 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 да. права то есть создание групп разграничения по прав как это описать в классах ну вот так если по простому далее вы извините я мало кода показываю но я рассчитываю что все-таки будут смотреть люди которые код вообще может быть не понимают и сразу говорю вот то что я рассказал она будет строиться на основе того что человек уже понимает то есть как написать первый сайт да то есть вот этот материал у него пройден 70 шагов что еще можно сказать что будет продолженным продолжим python for android то есть сайт который делается сейчас я более серьезно за это взялся значит скоро уже закончу закончим первую программу здесь мы идем тоже по шагам от нуля здесь как я говорил на этом сайте много уроков все с нуля здесь такой алгоритм заложен сначала мы пишем полное приложение ну просто от начала до конца полное приложение там есть все мы рисуем создаем кнопки настройки все вот когда будет написано первое приложение не так много осталось дописать по сути дела тогда тогда ребята только тогда начинают доходить api потому что так киви не возьмешь надо показывать вот тогда уже понятно ага что от чего тут надо привыкнуть справки потому что и даю очень много пояснений к справке так как справка очень краткая очень краткая и поэтому но мы разбираемся подробно продолжим python опп объектно-ориентированное программирование и про продолжим машинное обучение которое началось в этом году и потихонечку я его виду значит что она в себя включает машинное обучение это значит такие библиотеки как мэтт плот лип на это библиотеки для графики и само собой все с джанга потому что без джанга все эти библиотеки еще проще применять от джанга надо немножко так разбираться значит на этой мэтт плот лип если изучить еще завязано 7 библиотек потом можно брать любую и общем строить любую визуализацию на сайте какую только есть пандас обработка больших объемов информации здесь мы работаем с пандас но при прежде очень вникаем numpy все эти библиотеки работают на основе numpy это библиотека для расчетов которые написаны языке си поэтому везде мы получаем скорость и и библиотеки машинного обучения это такие как скит лером то есть библиотеки которые дают возможность принимать решения на сайте новое что хочется начать так как все таки будем очень начинать изучать джейсон это тоже грубо говоря простой формат обмена данными начнем тематику джанга плюс java script потому что вы знаете почему я к этому пришел вообще собирался начать еще год назад но все все не доходило на java script написано большое количество фреймворков и библиотек но в основе всего этого лежит именно java script поэтому я решил сделать так да там где-то жукерии все прочее но в основе жить java script поэтому я сосредоточен на том что дать джанга и чистый java script а потом уже пойдем дальше по библиотекам потому что проще важно понимание самого языка java script на хорошем серьезном уровне он не сложный для знания языка достаточно знать хотя бы один язык это обязательно первым java script учить это дурнота будет когда вы знаете язык в школе мы изучаем python то и знаете это объект это переменная то есть вам не надо на этом застрять внимание то эта функция то java script не составит труда далее будет начато еще два языка си и си плюс плюс как я говорил эти языки будут для чего писать на чистом си или си плюс плюс это дело значит я бы за это не взялся но мы будем рассматривать том как контексте чтобы написать приложение на си привязать к python и использовать как обычную стандартную библиотеку python получать скорость и то есть точнее сказать правильнее будет чтобы каждый из наших участников школы во-первых знал си ну надо на нем python написан это очень полезно будет во вторых си нам что зачем вам даст что вам даст си си даст возможность если понадобится в будущем выйти на любой си подобный язык любой си подобный но мы будем использовать в первую очередь его для python то есть я говорю вот написали программу понимаете в чем разница недавно на ютюбе на ютюбе мне парень написал комментарий ни в коем случае его не ругаю парень комментарий написал так там где видео написал на которые очень много комментариев что какой язык изучать си или python так вот парень написал ну вот закончил университет и через несколько лет понял что надо все-таки изучать си плюс плюс сколько он университете учился когда закончил лет пять прошло если он начал python то уже у него было и пять сайтов и пять заказов и всего почему ребят я же не против языков си там си плюс плюс java да не против и ни в коем случае но новичок который начинает изучать язык говорит твой я буду си плюс плюс через лет 15 нет во первых через полгода брошу он забыл сказать потому что как только начинает изучать си плюс плюс а потом начинает думать а зачем мне это нужно действительно том то и дело что языки вот эти выбираются с полным пониманием зачем на шестой седьмой год вот у меня сформировалась мысль дать си зачем вот смотрите написали вы какое-то приложение у вас уникальный алгоритм там и вы четко понимаете что что-то можно сделать лучше вы эту часть кода переписываете на си и используете как обычную библиотеку python ваш алгоритм именно то есть грубо говоря я хочу вас научить писать библиотеки для python и ваша уникальная программа увидите что она работает тогда можно дорабатывать если взять там си плюс плюс изучать например но изучили во первых большинство людей делают не так они просто изучают си плюс плюс получается в этом гарварде дураки сидят да там изучают си а потом все остальное потому что тот же си плюс плюс он включает себя си просто настройка библиотек для объектно-ориентированного программирования хотя все тоже есть структуры на си можно написать все что угодно допустим python написано практически на си то есть если запомните такую вещь если вы хотите чтобы ваше нечто работало работало без ошибок вообще да то есть это такие вещи как язык то они пишут на таких вещах как си хотя и на си плюс плюс уже некоторые вещи пишут и на java и у python есть представление для си и для java есть для си плюс плюс то есть это надо четко осознавать и понимать python это сила да где-то я мог думать раньше не понимал но сегодня скажу что то кто выбрал python тот не ошибся во первых надо тебе сайт бери джанга это такая мощнейшая вещь на которую можно писать все что угодно но подождите instagram написан но куда дальше добавляя себе знаний под жава скрипт делай приложение свое лучше надо тебе программа ты хочешь сказать вот я изучу си плюс плюс и буду писать там оконные приложения но то кто знает python скажет но парень ты не прав если можно взять библиотеку пайк т которая написана си плюс плюс и привязки к python и писать на том же python и получать скорость и плюс плюс просто-напросто не знаете возможности но я хочу в школе еще раз говорю добавить си и си плюс плюс не для того чтобы писать на них для того чтобы использовать в определенных моментах и еще я рассматриваю вариант что школа ведь растет часть людей захочет разрабатывать тот же python разрабатывать какие-то библиотеки потому что нарабатывается опыт наработал перепиши носи сделай библиотеку для python пусть люди пользуются то есть у меня такое направление такие вот вещи с этого можно подвести итог так как у нас школа джанго то джанго мы будем работать уже грубо говоря работать делать определенные приложения с тут там больше вещей просто я взял самое основное с пониманием вот этих вещей которые которые перечислены в первую очередь понять полный полные возможности моделей в джанго как я говорил абстрактные модели прокси модели наследование моделей далее разобраться с миксинами то есть это те вещи которые меняют поведение любой модели вот джанго 1.9 они уже включены разобраться с менеджерами начать делать приложения в принципе взаимоотношения достаточно много хороших библиотек даже ничего придумывать не надо а просто научиться то есть по сути делать дело пойти на то чтобы люди начали создавать сайты социальной активностью и начать в этом направлении накапливать код приложение и так далее и так далее далее то что я говорил продолжим по этом for android здесь четкий план следующий это я повторяюсь сначала мы пишем приложение после этого работаем с библиотеками рассматриваем игры потому что в киеве есть очень крутые вещи как она работает с картинками это супер приложение приложение под android изучаем продолжаем изучать ооп и машинное обучение ооп мы этот курс делается также с нуля курс долгий ну я начал он будет в классической школе именно в том варианте потому что сайт скоро изменится но классическая школа вот это вот средняя она останется такой неизменный чтобы не путать людей то есть здесь мы работаем с спайтон оопэ шаг за шагом чтобы человек приобретал навык потому что кинулись киви без оопэ нельзя там надо понимание оопэ сразу потому что киви используют довольно сложные вещи с оопэ это и супер и грубо говоря в общем сложные вещи поэтому оопэ надо знать то есть по ходу надо его изучать и продолжим машинное обучение которое нам дает это рисование графиков обработка big data больших объемов информации научить сайты мыслить то есть принимать решения ну и все добавим джанга плюс javascript javascript а дальше за javascript уже жукерии там и фреймворки и все написано javascript нажава скрип писать и не надо но его надо четко знать понимать владеть им что потом легко использовать кучу библиотек и это делает сайты как-то значит первых живее ну в общем поняли смысл ну и вот это вот давно думал очень давно думал уже год вынашиваю хочу дать определенным образом вам понравится ни в коем случае не буду давать как сравнение но буду сидовать наравне с python не сравнивая а понимаете хочу построить на отличиях чтобы не понятно было а вот это все так а вот так в python то есть понятно сразу чем отличается язык с статической типизации от языка динамической типизации чтобы это откладывалось конкретно в общем ребят планов много работы много работаю каждый день вот ну что ж продвигаемся 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 поэтому до последнее сказать для того чтобы вам попасть в школу нажимаем получить логин и пароль тут на на основной сайт spb-tut.ru тут если есть какие-то подарки акции то все оно именно здесь допустим сейчас можно получить доступ к python for android сразу говорю всегда так не будет потом будет это все разделено разделено допустим на android сайт нажали еще и python for android в общем как то так может немножко сумбурно потому что требует уроки то кто смотрел они очень последовательны подробные но хотелось рассказать общую картину куда будем двигаться в 2017 году человек у которого нет цели нет плана не знает куда идет по сути дела по сути дела в любом случае у школы остается будем говорить такой слоган слоган программирование понятное каждому от нуля можно прийти ничего не зная в языке вырасти в программиста серьезного уровня шаг за шагом и информация дается последовательно поэтапно по шагам ну и конечно же мы не можем стоять на месте и поэтому я говорю что вот этот курс допустим закончил поджанга понятно как вот это строить надо идти дальше то есть уже более глубокое понимание и надо двигаться именно последовательно именно последовательно вот это будет правильно спасибо с вами был валерий был мы увидим 8